Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Скорее всего, вы уже видели в кабинете ID iEagle объявление от 11 декабря. И вот для вас перевод информации в этом объявлении на русский. Итак, уважаемые партнеры, как вы знаете, на протяжении последних месяцев мы занимались решением различных вопросов, поэтому сообщаем о текущем положении дел. Первое. Ожидаем, что белая бумага и бизнес-план будут получены сегодня, мы их сразу же опубликуем. И вскоре после публикации можно будет приобрести монеты средствами с баланса. Второе. Идет расстановка аккаунта в бинаре, потребуется еще несколько дней, чтобы это закончить и проверить, но дело движется. Третье. Возникла проблема с тем, что порядка 6000 имейлов недействительны. Мы опубликуем эти имейлы на платформе, и вам нужно проверить, нет ли в этом списке ваших имейлов. Через три дня аккаунты, зарегистрированные на эти имейлы, будут удалены. Если в этом списке есть ваши имейлы, вы должны взамен предоставить нам действующие имейлы. Но, на мой взгляд, здесь нужно было предоставить более какую-то конкретную инструкцию. То есть, если вы обнаружите ваш нерабочий имейл в этом списке, куда писать, что писать и так далее. Как предоставлять информацию, вот этот момент непонятен. Четвертое. Ввиду требований законодательства, допускается иметь только один аккаунт на человека и еще один аккаунт, зарегистрированный на юридическое лицо. Пятое. Сообщаем, что новый мастер Антонио Сида будет руководить деятельностью в Италии, Греции, Сербии, Монтенегро, Словении и Хорватии. Шестое. Мы с Клаудио завтра вылетаем в Дубай, где нам нужно завершить юридические формальности, чтобы получить все необходимые сертификаты и расширить нашу деятельность на Ближнем Востоке. Седьмое. Время работы офиса в Португалии с 10 до 18 по Гринвичу. Приехать в офис могут все партнеры и по договоренности им пользоваться. Правила работы офиса следующие. Участники и мастера должны зарезервировать комнаты заранее. Также партнеры не должны заходить в отделы для посещения непредназначенной. Восьмое. Количество мастеров увеличивается с 15 до 20. Работа мастеров будет оцениваться по двум критериям. Количество и качество. Количество – это рост структуры, развитие бинара и продвижение по карьере. Качество – это коммуникация со структурой, лидерские качества, соответствие концепции компании, тайм-менеджмент и работа с партнерами. Нижестоящие партнеры должны будут оценивать мастеров по этим параметрам. Оценка мастеров начинается 1 января и продлится в течение 6 месяцев. Мы надеемся, что мастера также будут применять этот подход к работе с лидерами и по всей структуре. С уважением, руководство IDI Eagle. Когда вы читаете данное сообщение на английском языке, то прокрутите в самый низ и вы увидите ссылку «Check Invalid Email List», то есть проверить список неправильных имейлов. И когда мы кликаем и переходим на эту страницу, то нашим глазам открывается действительно огромный длинный список имейлов, которые нерабочие. И на мой взгляд, вся эта проблема произошла из-за того, что на старом сайте eaglebetray.com можно было зарегистрироваться, но при этом компания не делала верификации имейла, как это должно вообще делаться. То есть, прежде чем активировать кабинет, вы должны зайти в свою почту, вам присылается активационная ссылка, вы кликаете ссылку, и только после этого кабинет активируется. То есть, таким образом система проверяет и удостоверяется, что ваш имейл рабочий, действующий, и вы его правильно написали, и письма на него доходят, и главное, что у вас доступ к нему есть. К сожалению, на старом сайте eaglebetray была абсолютно дурацкая система, когда можно было вписать имейл, вот смотрите, что это за имейл такой, 123gmail.com. То есть, просто кто-то тупо прикололся, написал какую-то ерунду, и его система пропустила, и этот имейл есть в кабинете. Более того, Мигель пишет, что, я так понимаю, большинство этих имейлов, там еще и инвестиции есть. То есть, люди, ну, если зарегистрирован кабинет, и там нет инвестиций, понятно, то есть, их можно спокойно удалять и все, но что делать с теми, кто вот так вот, извините, прикололся, ввел какой-то имейл с потолка, система его пропустила, и он еще инвестицию сделал. То есть, опять же, на мой взгляд, это недоработка, собственно, программистов. И, опять же, претензия к руководству. Junior Moral, вместо того, чтобы прыгать по сцене и восклицать, надо было лучше работой компании заниматься. Следить за финансовой частью, за программной частью, а не прыгать по сцене. В общем, список очень длинный. Рекомендую просмотреть его до конца и проверить, нет ли здесь какого-то вашего имейла. Ждем дальнейших новостей от Клаудио, Энрике, Мигеля, а также от Ирины Абалаковой, которая на данный момент находится в Португалии и уже может получать информацию непосредственно в офисе. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.